Всем привет! Мы с вами находимся в красивом городе Зеленоградск на фоне красивого моря. Снимает меня красивый оператор, просто вы его не видите. Я самый красивый ведущий, по мнению моей самой красивой мамы. Почему я так много раз сказал слово красиво? Потому что сегодня мы будем обсуждать красоту, человеческую, внешность. Будем обсуждать, что людям вообще нравится, кайфуют ли они сами себя, как они в конце концов меня считают красивыми или нет. В общем, будет очень классная тема, очень открытая, потому что мы находимся на пляже с вами. Мы тут все уже немножко, опа, вот так вот. И поймем мы, кто фильтрами пользуется, кто там что-то фотошопит, а кто реально сочный, бомба, пушка. Все, поехали! Только на ютуб не выкладывай. Да, это фото. А, фото? Да. Говорим про красоту, про внешность. Вот вы считаете себя красивыми людьми? Очень. Я ее считаю красивой. Что тебе больше всего нравится в твоей даме? Мне нравятся губки. Губы нравятся. Что тебе больше всего нравится вот в этом импозантном молодом человеке, похожем на итальянца? Да, весь полностью. Меня вы считаете красивым? Вот меня, честно, вот только честно. Не, ну, смотря сколько ты нам заплатишь за это интервью. Вы запутались, вы запутались. Если ты нам за это интервью платишь, что мы... Не, ну серьезно, это небольшая терапия для меня. Я готов услышать, что я урод. Нет, ты не урод. От одного до десяти. Мы даем тебе восемь баллов. Из десяти? Да. Или по стубальному оцениваете? Из восьми восемь. Да, очень красивые глаза. Что бы вам вам не поменяли бы? Воспитание. Ай, да, я же не представился. Я Руслан. Что мне поменять? Если тебя подгонять какой-то стандарт, типа Брэд Питт, тогда надо все менять. А Брэд Питт это стандарт? Ну, хера его знает. Вот ей нравится Эдуарда. Ты знаешь Эдуарда? Это из клипа Дженнифер Лопес. Надо поставить уже точку в этом вопросе. Я согласен. Надо поставить жирную, аппетитную, упругую точку. Попа или грудь? Попа. Почему? Если вот внешне девушка с попой сразу бросается в глаза, а грудь не всегда сразу бросается в глаза. То есть побеждает в этом вопросе попа? Ну, лично по мне, да. Кубок вручаем. Да, пожалуйста, подарки. А можно мы на пару вопросиков у вас? Нам очень нужны красивые люди в кадре. Я Руслан. Я Катя. Есть время? Есть. Вы как-то снимали уже репортаж. Там был мальчик-кадет, и вы спрашивали там что-то про девушку. Я ее видела. Я помню. Я репостила вас, да. Моего старшего брата, он встречался с одной девчонкой. И она, короче, прямо во всех планах, она хорошая. Уже ты завидуешь брату сейчас? Нет, он же с ней расстался. Так, тем более. Так, как ее звали? Катя. Катя, если ты смотришь это видео, зачем тебе старший брат? Вот же он, молодой, смотри, горячий. Он про тебя говорил? Охренеть, да классно выглядишь. Спасибо. У нас выпуск про красоту, мы обсуждаем красоту. А да, вы что? Вот ты считаешь себя красивой? Ну да. По десятибальной шкале вот так вот. Десяти-десяти. Ну серьезно? Ну хорошо, девять, ладно. Не-не-не, я ни в коем случае не пытаюсь занять. Ты любишь себя, короче. Да, да, у меня порядок самооценкой. Что мужчина тебе больше понравится, если мы говорим про внешность? Ну я бы обратила внимание, безусловно, на лицо, возможно, рост, ну и какая-то массивность. То есть, конечно же, не телепузик. По твоему мнению, я насколько... Ресницы красивые. Полностью, от одного до десяти? От нуля давай, я готов к нулю. Ну восемь точно есть. Восьмерочка. Восьмерочка. Блин, не могла восемь с половиной сказать? Хорошо, девять. Что бы ты в себе исправила? Вот если бы хотела бы что-то изменить в себе? Да, наверное, нет. Нет, абсолютно принимаюсь. Я проработала эту детскую, детские какие-то недостатки, там, в виде увеличения губ, там, скулы, это все. Губы меня вполне себе. Что же, всякие тренды есть, там, не знаю, грудь увеличить? Знаю, у меня порядок. Ну, нормально. Нормально? Смотри, если девушка, она, как бы, загоняется по поводу маленькой груди, можно считать это проблемой на ровном месте? Да. Хотела сказать нет. Крайний вопрос будет, попа или грудь? Попа. Грудь можно накачать, попу тоже, но попа важнее, на мой взгляд. Она как-то вот джинсики, если шортики подчеркивает, так нежненько на девушке выглядит. Так грудь можно обыграть каким-нибудь платьицем, и все будет смотреться вполне себе комфортно и уютненько так. Зачем мужчинам соски? Не знаю. Честно, тоже думала, на самом деле. Надо пофантазируем. Ну, хорошо, будь они трансгендерами, они могли бы в теории кормить ребенка груди. Фу, какая плохая тема. Так, ну все, и в конце мы немножко показываем себя, да, покажем. Как все девочки, давайте вот так. Давай, так. Вот прям, Катя. Вот честно, мое восхищение, мои мысли, правда, вот тоже так же мысли, как ты. Да? Вот все. Как бы, я лучше буду толстой есть пасту, чем буду тощей без груди. Ну, это точно, это стоп очень приятно. А вы здесь живете, да? Да, местная. А я вам не мешаю здесь, может быть, это вообще-то мое шоу было. Как вас зовут? Натали. Натали, а мы говорим про красоту. Давайте начнем с этой темы. Вот как вы считаете, важно ли быть, вообще чувствовать себя красивой? Ну, для женщины и вообще, конечно, для всех, я считаю, что это абсолютно должно чувствовать в себе внутренний этот потенциал, по-любому. Какая самая красивая часть вообще у человека? Ну, я считаю, что, наверное, самое главное, то, что бросается в глаза, это глаза, да? Ну, лично для меня еще, он не многословность почему-то. Ну, естественно, спортивная форма, он как бы так. Я так думаю, ну, я не совсем спортивная. Вот вы, давайте так. Потому что я люблю вкусняшки сладенькие. В какой-то момент все сняли ответственность с мужчин. Мужчины, может быть, и с пузиком, и как угодно. Старая стереотипная фраза, что должен быть чуть красивее, чем обезьяна. Мужчина лучше, чем немножко обезьяна. Мне это нравится очень фраза. Ну, вы знаете, что... Я справляюсь пока с этим? Ну, конечно, конечно. Немножко вы задумались сперва, меня это смутило. Когда возле меня мужчина, вот как вы стройный, худенький, меня это просто подстегивает даже. Меня это подстегивает. Спасибо. Обязательный вопрос. Попа или грудь? Я считаю, два в одном и то, и то обязательно. Нет, надо выбрать. Нет, грудь. Я считаю, грудь. Это женское начало. Ну, и вообще, ребят, хочу всем передать привет. Мы здесь в отпуске находимся. Ой, а откуда вы? А я с Североморска. Люблю свой север. По-любому вы были мисс Североморска? Нет, привет, мисс Станюшка моя за Озерска. Комплимент не удался. Она мисс, поэтому вот так. Она красивее, чем вы? Она красивая. Я всегда могу... Нет, она красивее, чем вы, я спросил. Ну, я тоже неплохая. Я же блондинка, а вы, получается, брюнет. То есть, как бы, вот, допустим, наверное, такое притяжение к людям. Иньянь, да? Да, да, да. Короче, когда я буду в Североморске, я знаю, кому звонить. Да, Наталья Североморск, без проблем. Я знаю, почему вы любите немногословность. Я... Потому что вы самое много говорите. Да, да, да. Ну, да, да, да. Ты считаешь себя красивой? Нет. Почему? Потому что после рождения ребенка что-то пошло не так. То есть, до рождения ребенка ты считала себя идеальной? Да, топчиком. Набор лишнего веса, нет времени на спортзал, нет времени уделить себе внимания. А как же вот это вот принять себя, какой есть, бодипозитив? Нет, принять себя, какой есть, и что тебе разожраться до 120 килограмм? Не от одного до десяти, а от нуля до десяти. Я вот, от нуля до десяти, насколько я красивый? Ну, десятка. Ну, вы не посмотрели полностью на меня, вы только посмотрели, вы сначала говорили, смотрите на фигуру. А пальцы, пальцы, где пальцы? Пальцы, вот пальцы, пальцы. А, ну, нормально, значит, все. Что это значит, что типа пальцы? Позовите ее как-нибудь. Ну, вот подруга говорит, если размер пальцев хороший, значит и там все хорошо. А, с этим связано. Наверное. Зачем мужчинам соски? Соски мужчинам? Это вообще красиво? Ну, если не волосатая грудь, то красиво. Если мужчина в возрасте, у него волосатая грудь, тогда красиво. А если мужчина без сосков, это красиво было бы? Блин, ну, я думаю, что нет. Мы брюки с сосками. Или три соска было бы? Нет, три соска, кстати, не очень. Вот два нормальные, пропорционально, два соска, все. И последний вопрос, мы сегодня его всем задаем. Попа или грудь? Жопа, вот хорошая жопа такая, мясистая, красивая и узкая талия. А вы сами смотрите тоже на женский попу? Обязательно, я ценитель женской красоты. Я люблю, когда попа, нет целлюлита, все потянутое, орешки вверх, все, все красиво. Но не завидуете при этом? Нет, я не завидую. Нет такого типа, сучка прошла? А, нет, у меня раньше было такое, я тоже была раньше сучка, а сейчас такая висючка. Поэтому вот так. Вы считаете себя красивым? Ну, хоть и не скромно, но да. Что вам больше всего нравится в себе? Ну, правильные черты лица. А когда вы смотрите на женщин, что вам больше всего нравится в женщине? Женщине, ну... Можете говорить честно, это не телевидение. Ну и... Формы. Попа или грудь? Грудь. Почему? Ну, грудь, это, так сказать, лицо человека. Спереди, кстати. Да, спереди, да. Мужское мнение, как мужчина мужчине. Вы считаете меня красивым? Вполне. Вот от нуля до десяти? Ну, десять баллов. Десять, да. Мужская солидарность. А я бы вам одиннадцать дал бы с десяти. Вы считаете себя красивым? Конечно. От нуля до десяти? Десять. Десятка. Это про самоуверенность или это вы, ну, как бы объективно выходите, смотрите, вам кто-то говорит? Объективно и уверенно в себе. Как вы относитесь к тому, что девушки что-то в себе меняют? Ну, это нормально. Вы все что-то меняли? Да. Лицо? Полностью. Вы вообще раньше по-другому выглядели? Нет, так же выглядела, но там коррекцию небольшую делала. Попа или грудь? Грудь. Первое, что бросается в глаза, когда вы видишь человека, это грудь, ну, девушку, например. Потому что грудь спереди, да, находится. Вы считаете меня красивым? Давайте от нуля до десяти какую цифру дали бы. Ну, семерка. Семь-восемь. Ну, семерка. Я скажу десятку, у меня муж потом домой не пустит. Если была бы десятка, я бы в куртке сейчас не ходил бы. Я бы голышом ходил бы. Муж. Попа или грудь? Я думаю, что попа. Я всегда обращаю внимание на попу, да. А вы же, кстати, по-любому пялитесь на других людей тоже. Вы же смотрите на других девушек. Допустим, идет девушка, да, у нее красивая попа, она повернется, а там, извините, крокодилы. Ну, и все. И попа сразу же отпадает. Вы считаете себя красивым? Нет. Нет? Я вот посмотрите на меня, уши сломаны, но сломаны. Я не знаю, я бы отбил бы у вас. Вы вообще считаете себя красивыми? Нет. Вот от нуля до десяти на сколько бы оценили? На четверку, пятерку. Вы как-то работали над своей красотой? Да, постоянно. Вот что вы делали? Может быть, в зал ходили, занимались, не знаю, питанием? В зал, массаж, муж меня, он у меня спортсмен, он у меня тримуров. Я поэтому и не верю в эту четверочку. Сколько вы дали бы? Если только по четырехбальной системе, тогда четверочка. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, в частности, девчонки чаще всего что-то там увеличивают, уменьшают. Я отношусь положительно. И я считаю, что хорошо, что это есть. Единственное, что иногда плохо, что не видим грани, пытаемся там приравнять себя к какой-то звезде и хотим сделать нос, как у Анжелины Джоли. Теряем свою индивидуальность. Вот это плохо. А хорошо то, когда можно, конечно, изменить какой-то свой недостаток. Если у кого-то там, да, зайчья губа, там, или еще что-то. На фантазию, без всяких операций, что-то в себе поменяли бы прямо сейчас? Живот убрать. Живот убрать. Вот вы бы все что-то, если бы вы на четверку все оцените, вы все бы все поменяли бы? Поменял бы возраст. Постарше, да? Хочется уже. Нельзя бесконечно быть таким молодым и красивым. Вот глядя на меня, честно только, не льстите мне. От нуля до десяти. Насколько я красивый? Это пугающая пауза. Минус сейчас будет. Минус пять? Нет, нет. Я люблю славянскую внешность. Понял. А вы внешность южная. Поэтому для меня восемь. Мужское мнение? Десять. Мужская солидарность. Так, ну и крайний вопрос, который я сегодня задаю всем. Попа или грудь? Попа. Почему? Не хватает. Пацаны, вообще, как у вас настроение? Все хорошо. Почему мы с вами одеты на пляже? Потому что тут тепло. Знаете, про что мы сегодня говорим? Угадайте. Про пляж, про пляж. Про море. Нет, не давай, твоя версия, про что мы говорим. Я не знаю даже. Города Калининграда теплые. Города Калининграда теплые. Если не угадайте, просто мы не будем общаться. А, да, солнце. Если вы на море. Люди, которые одеты для купания? Я даже не знаю. Ну, люди, которые отдыхают. Наверное, про людей, которые в начале сезона. Говорим про внешность. Что во внешности мы обсуждаем? Купальники. Нет. Наверное, какое-то конкретизированное телосложение, наверное. Еще одну подсказку, да. Мы снимаем про... Начинается на К, заканчивается на Рассату. Про красоту. Молодец, конечно. Про красоту людей. Мне кажется, если бы я ему задал, он бы не вывез бы даже. Мне тоже так кажется. Не задумываясь. Попа или грудь? Грудь. Попа. 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 А я потом перезапишу вопрос, типа, что вам нравится друг другу? Хорошо. Попа. Отстава. Что бы вы в себе поменяли бы? Ноги накачать. Да-да-да, я акробат. Тоже ноги. Тоже акробат. Тренер по акробатике. Что-нибудь покажите нам, прикольное. Ну, можем синхронно что-нибудь сделать. Давайте, конечно. Давайте заднее сальто просто. Раз. Два, три. Тренер по акробатике сделал хуже всех, да, я так понял? Говорим про красоту. Вы себя считаете красивыми? Достаточно, да. В себе, может быть, что-то вы хотели бы поменять? Ну, уже появляются морщины, у нас уже 30+. А мне, кстати, прикиньте, мне боток с лоб кололи. Просто по приколу. Ну, оно, мне кажется, оно же долго не держится. Морщинка все равно есть. Ну, да, потому что мне надо было очень много, видимо. От нуля до десяти я вам даю возможность сказать даже ноль. Я... Насколько красивый? Никак. Прям бал вам поставить? Бал, да. Просто любое число, какое приходит на лоб. Ну, вкусно цифру. Не могу. Не надо льстить, мне не надо. Мне нужна честность. Я не знаю. Я не могу сказать. Просто любую цифру. Там прям настолько все плохо? Вы думаете, как бы завуалировать минус семь? Восемь. С половиной. Восемь с половиной. Блин, ну это неплохо. Это более точный анализ. На мой вкус шестерочка. Шестерочка. Нормально. Это на мой вкус. Все, больше с ней не общаемся. Все. Попа или грудь? Попа. Почему? Притягивает она вот прям потому что... А сами пялитесь на другие женские попы? Да, да, конечно. А попа или грудь? Попа, конечно. Грудь даже маленькая бывает смотрится очень эстетично. А когда нет попы, это вообще никак. Потому что грудь иногда и плоская, если честно, красиво смотрится. Классно? Все, спасибо огромное за общение. Мы вообще сюда не хотели идти, но в итоге пришли сюда. Мы обсуждаем сегодня красоту. Вот вы себя считаете красивым? Я себя не хочу даже, чтобы был красивым. Ну потому что зачем мне быть красивым? Там себе будешь нравиться. Пусть моя девочка будет красивая. А я должен быть самцом таким. У меня есть обезьянная половина. Да. Но ты пока справляешься. Грубый. Да? Ну все. Я удивился, что ты разговариваешь. Серьезно? Ты себя считаешь красивым? Да, конечно. Вот давай от нуля до десяти. Вот примерно цифру. Какую себе долгу? Десяточку. Я считаю десяточку. Чтобы не обидно было корешу, да, что ты десятку хотя бы? Это брат мой. Это брат. Родной. О, родной. Конечно. Блин, а родители никогда же не говорят, да, кто красивый сын? Никогда такой темы не говорят? Да, конечно. Мне всегда говорили, ты пиздец что застрашила. Давайте поговорим про женскую красоту. По-любому нет, нет, нет. Красота вот эта. Вот тут женщина должна быть красивая. На что вы в первую очередь обращаете внимание? Я по настроению. Вот у тебя сегодня какое, брат, настроение? Сегодня? Ничего, я побуду его тоже братом немножко буду брать. Сегодня, братичка, у меня настроение. Такую красивую жопку, блин. Вот такая примерно, вот топа. Вот такая, да. Большая. Уже вот эти поменьше уже. Большие чуть несколько побудут. Опять уже можно вернуться к маленьким, блин. Мы сейчас затронем с вами серьезную тему. Сейчас же девчонки очень много в себе сами меняют. Операции всякие делают, не знаю. Вы вообще сами, когда видите, что девушка что-то в себе делала, она теряет в красоте сразу? Определенно, вот есть некоторые девушки, которым не идет. Вот губы, допустим, делают. Вообще, ну, некрасиво. А почему они этого не понимают? Я тебе скажу. Давай, брат. Снимай, братышка. Девчонки. Ну, они же в этом не признаются, да, короче? А так в подсознании всем девчонок возбуждают то, что их хотят. И они смотрят, короче, понял? Блядь, вот у той губы все делают, потому что, блядь, ее хотят, типа, понял, короче? И я тоже хочу, блядь, сделать, чтобы на меня тоже смотрели. Если я хочу, чтобы меня все хотели, им тоже губы надо увеличить? Не, братан, тебе надо выкинуть своего, брацельника наху, понял? И все. От нуля до десяти, красивый. Нормальный парень. Парень себе, лично. Не, нормальный парень не канай, цифру мне дай. Братан, десять. Видный, опрятный человек. Сейчас узнаем у человека славянской внешности. Нормал. А ну давай туда посмотрим вдвоем. Напишите в комментариях, кто из нас красивее. Попытаюсь напугать, бит сухо. Вы считаете себя красивыми? Да. От нуля до десяти? Одиннадцать. Прям вообще нет ничего такого, чтобы вы хотели поменять в себе? Нос, наверное. Нос. Так откуда ты до одиннадцати там взял? Ну, это уже дошло бы до тринадцати. На что первое ты, как бы, обращаешь внимание? Что тебе, может быть, доставляет эстетическое удовольствие? Смотришь на мужчину. Я смотрю на плечи. Ну, как-то ощущается защита какая-то. Чтобы уверенность. И, да, уверенность. Главное, чтобы на уверенном такой шел. У меня вообще никаких шансов нет. Я же сутулая собака вообще. Я же максимально сутулый такой хожу. Попа или грудь? Попа. Почему? Более притягательная. Притягательная. Попа. Да, грудь она не очень сильно важна. Ну, что это такое, когда тренируешься в спортзале, они трясутся во все стороны. Девушки многие про это говорят, кого большая грудь, те поймут, что когда они бегают, у них во все стороны они. И это не очень красиво. Я один раз был в бане. Так. Очень давно, в детстве. И я увидел мужика, а у него, короче, вместо одного достоинства было их два. Серьезно? Серьезно. Это было в детстве. А ты такой, это потом, блин, это зеркало же было. До сих пор, короче, кошмар. А если бы ты увидела вот такого мужика с двумя достоинствами, испугалась бы? Я бы на это вообще не стала смотреть. А чем ты туда смотрела, вопрос? Куда, куда именно. Даже девушка сказала, не смотрела бы туда. Не, ну, типа, я был маленький, понял. А, на уровне глаз было. Да, на уровне глаз. Вот, у меня цель была, короче, полететь в Таиланд. Почему? Я хотел туда взять друга и снять специально транссексуала. У моего друга просто не было девушки. Ну, так после этого он же не был бы уже твоим другом. Ты, получается, лишился бы друга ради прикола. А может, обрел бы двух друзей после этого? Может быть, может быть. Дамы, добрый день. А можно к вам чуть-чуть, пожалуйста? Туда? Тихток снимаете? Пойдемте, ну, вот так, да. Давай вот так. Вот так. Эй, это значит, надо будет подольше с нами пообщаться. Мы сегодня обсуждаем такую классную тему, которая вообще про вас. Мы говорим про красоту. Вы себя считаете красивыми? Естественно. Ну, вот прям вот... Прям вообще красавица. Ну, по десятибалльной, прям десятка или все равно есть, типа, какие-то моменты, что хотели бы поменять? Я думаю, что десяточка, потому что у меня такой сладенький возраст как раз, то, что надо, я созрела. Вот внешне, что бы вы хотели бы себе поменять? Ой, много чего. Погнали. Да, погнали, вот, 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 вот. Нас посмотрят пластические хирурги, которым ты будешь симпатичный и бесплатно все сделают. Ну, наверное, откорректировать то, что мне мешает. Это лишний вес, как у всех девочек. Это вот все, это единственное, что? Да, да, да. Ты сказала, очень много всего. Да, ну это очень много. Это 10 кг. Да, все, что надо, я уже поменяла. Лифтинг делала, губы делала. Лифтинг, например, это что? Это потяжка. Потяжка, да. Потяжечка, да. Это не с первого на третий этаж, это другая история. Ну, да, это чуть-чуть по-другому. Добавил немножко юмора. От нуля до десяти, как бы вы меня оценили? Ну, давай восьмерочку. Восьмерочку. Ну, хотя, почему восьмерочку? По-честному. Мелковатый немножко. Чуть-чуть вот, ну, чего-то хочется добавить. Изюминки не хватает. Ну, хотя бы поесть побольше. Поесть побольше, да, покушай побольше. Это вы очень молодые бабушки. Да, да, да. Выпускообразующий вопрос. Попа или грудь? Попа. Попа. Почему? Ну, не знаю, она привлекает больше внимания. Ну, грудь там можно и пушап сделать. О, а давайте мы закончим, вы же фоткаетесь. Давай. На какой-то прикольной позе для нашей уже камеры. Так вот. Город Коломна. Это Московская область, Московия. Это... Вот где-то под Парижем. Не совсем. Короче, Ир, ты не втыкаешь. Это вообще местный блогер. Почему ты палишь? Да не надо так делать, да ты палишь. Они подъебывают всех. Вот, расслабься. Ты знаешь Коломенский тракт? Когда с Москвы... Я знаю только желудочно-кишечный тракт. До Рязани. Рязань город, знаешь? Мы сегодня общаемся про красоту. Говорим про красоту именно внешне. Про меня что ли? Я специально приехала в Калининград, чтобы... Ты хочешь сыграть в эту игру? Давай сыграем в эту игру. Вы считаете себя красивыми? Ты красивый? Да ну вообще для мужика не пристало вообще такие эпитеты к себе как бы, ну... У меня пристало, честно говоря. Да, у тебя пристало? Ну это ты уже грубишь в понятиях, дружище. Если у меня пристанет... Ты его зря просто обнимаешь. Ты его зря просто обнимаешь. Если у меня пристанет... Да, да, да. Зачем он это делает? Нам пристанет развлекаться. У меня давно не было девушки. Зачем он это делает? Не надо ему так. А то сейчас вообще на тебя накинется. Слушай. Ладно, хорошо. Давай. Не, ну правда, правда. Это яркий образ сочной сексуальной Милфы. Понял. Вы всегда там много перекрикиваете? Шучу. Он мне сегодня очки подарил. Да, кстати. Значит ли это, что ему не нравятся ваши глаза? Думаю, да. Но мне-то они нравятся, понимаешь? Ты считаешь себя красивой? От моей красоты я, конечно. А что бы ты хотела себе поменять? По большому счету, в принципе, ничего. Что-то, может быть, уже меняло? Ничего не... А, меняло, да, проектина сила. Вы поняли, как нужно общаться? Вопрос и спокойно ответ дали, а не орёте. Да ладно! Что ты начинаешь? Насколько ты дал бы мне по красоте от нуля до десяти? Ну, троечку, конечно, эти вот так вот дам. Ну, стабильная, причём стабильная тройка. Повернись. Я как мой компьютер на игре. Повернись, повернись. Ну, пять. Пятёрочка, да. Глазки, глазки, да, глазки. На самом деле, Руслан, ты очень симпатичный молодой человек. Цифру, нужна цифра, цифра. Девять, я сто процентов девять. Девять. Крайний вопрос, очень важный. Ради этого мы снимаем выпуск. Попа или грудь? Грудь. Ну, потому что она на ощупь поинтереснее. Грудь. Почему? Всегда. И мужская, и женская. В основном женская мне нравится. Ну, потому что она как бы впереди человека всегда идёт, понимаешь? Человек же не идёт вот так вот, прости, да? Я понял, да. Он же идёт грудью вперёд. Ну, наверное, грудь. Она как-то эстетичная, красивая. Её же можно сделать грудь, то есть легко обмануть. Да, можно сделать грудь, но... Кому-то маленькая грудь, она девушке нравится, она ей восхищается. Кому-то маленькая грудь, она вообще не нравится, она хочет больше. Это всё индивидуально сугубо. Когда девушка загоняется по поводу маленькой груди, это является проблемой на ровном месте? Вообще на плоском месте, я бы сказала. Вы поняли шутку, мне нравится. Вы пользуетесь средствами для ухода? Нахуй! Подготовились. Следующий вопрос был, почему вы не уходите, но это смешнее получилось. А в метро заезжаю, плохо слышно, связь теряется. Короче, Влад, уважуха тебе, отуши. Спасибо, спасибо. Смотрим тебя, вы красавчик. Отрешу пробил. Позвоним, позвоним. Вы вообще считаете себя красивыми людьми? Конечно. По десятибальной шкале, это ну до десяти. Насколько вы красивый? На десять. У нас сегодня очень скромные люди попадаются. На что обращаете чаще всего внимание касаемо внешности? Вообще на всё. То есть я как... Пластический хирург, поэтому о красоте могу много сказать всего. Так это вы сами сделали, что жена на десять получается? Нет, я её такой встретил, как же. Насколько правда, что пластический хирург может сам выбирать пол своего ребёнка? Это такой трудный вопрос. Если шуткой ответить, то вообще, наверное, да, можно. Бывают такие случаи, когда девушка приходит, допустим, или парень, что-то хочет поменять, вы смотрите и говорите, ну не надо, ну нормально, зачем? Ну, конечно, если красивый, то я его могу испортить или её зачем? Мало ли, как в автосервисе, значит, приезжают, ой, у вас здесь надо ещё почти, у вас тут ещё подтекает, надо всё. И вы его разводите полностью на косметику. Нет, надо быть честным. Вот если у вас нос красивый, то не надо его делать. Вы меня считаете красивым? Конечно. Вот не, надо полностью посмотреть, только куда смотрите? Раздевайтесь. Да вы меня разве сейчас грудь не будете увеличивать? Оно мне надо. Что дороже, сделать косметический ремонт квартиры или косметический ремонт лица? Я думаю, лица, конечно. Потому что там надо постоянно подделать, мы же стареем. Вопрос на фантазию. Вот касаемо вас и меня, зачем мужчинам соски? Мы их вообще никак не использовали. Чтобы женщины выкручивали, да? Я типа фантазии мало, даже о сосках не думал. Ни разу не было таких странных операций, может быть, каких-то. Нет, о мужских тем более, вот о женских там всякие кольца сцепляют, там ещё что-то. Чтобы торчали, чтобы расплывались. Ни разу никто не просил во время операции, может, там типа хочу ещё третий сосок сделать или вообще всё убрать. Третью грудь только пытались. Пытались, реально третью грудь? Да. Две, говорит, а третью в подарок можно? Мы можем, кстати, развести вас для подписчиков? Мы разыграем одну грудь только. Одну? Одну грудь только. Хорошо, половина, 50%? Да, одну грудь. Одну грудь выбили. Так, клиника, как клиника называется, что потом? Клиника доктора Першина. А, так я слышал про эту клинику, я ни разу не видел вас просто. Попа или грудь? Грудь. Почему? Ну, потому что мне больше нравится грудь. С точки зрения прихода финансов? Нет, почему? Гляжу и радуюсь. Так, женское мнение, попа или грудь? Грудь. А потому что она лицом вот всегда. Вот попы надо ещё обойти, вот чтобы разглядеть. Ну, мужчины-то всё равно, то есть как бы ненароком глядят лучше больше на попы. Да? Всё, на этом потом поговорите. Вот как вообще, не знаю, вот чувствовать себя красивыми или не бояться, может быть, что-то все переделать? Какой-то вот совет как раз от профессионала, пластического хирурга, вот всем уродам, которые нас смотрят. Мы приглашаем вас в клинику пластической хирургии, да, уроды. В семье не без уродов, поэтому получается в каждой семье есть один потенциальный ваш клиент. А это страшно вообще, как вот не бояться людям какого-то хирургического вмешательства? У нас есть волшебные таблетки, у нас есть волшебные уколы, и вы просто не почувствуете. Мы же не попадаем под статью, когда говорим такое на камеру? Навряд ли. Навряд ли. Они же действительно есть. Понял. У нас есть лицензия. Да-да-да. А есть ещё стереотип, что это очень дорого. Насколько это дорого на самом деле? Ну, Мерседес, БМВ, наверное, вот так вот. Никея Рио, да? В общем, даже если вы красивые, можно ещё стать немножко красивее. Приходите в клинику доктора Першина, там вас ждут уже. Какие там даты свободные в 2028 году? Да просто звоните и всё. Всё, а там уже договоримся. Я Руслан, мы снимаем на свой ютубчик. Как вас зовут? Меня зовут Катя. Шикарно выглядите. Спасибо. Мы сегодня снимаем выпуск про красоту. Вы себя считаете красивой? Конечно. Вот давайте так, по десятибальной шкале. Десятка. Десятка. Вообще прям нет никаких мест, где вот чипа-чипа доработать. Потому что вы-то как раз работаете над своим телом. Конечно. Тогда оцените меня. Как вы считаете? По десятибальным? Мест капот набрать надо. Ну, давай шестёрочку. Шестёрочку? Да. Это очень плохо. Это я сейчас в депрессию иду после этого. Что в мужчинах больше всего нравится? Ну, не знаю. Когда всё-таки плечевой пояс хороший, крепкий. Это типа означает, что просто сам по себе такой, типа, да? Статный мужчина. Да. Спрашиваю всех, попа или грудь? Попа. Почему? Ну, не знаю. У меня просто такая категория. Я выступаю в категории wellness. И у нас ценятся как раз-таки ягодицы. Давайте про вас расскажем вообще. Да. Я чемпионка России. Двукратная чемпионка мира. Охренеть. Вы не из Калининграда? Вы просто отдыхаете здесь? Да, отдыхаю. Откуда вы? Москва. Москва. Блин, охренеть, как мы вас встретили. Вопрос на фантазию. Может быть вы, тем более вы изучаете тело, в том числе и своё. Зачем мужчинам соски? Чтобы чувствовать женщин. Ну реально, а зачем они нам? Почему мы их никак не используем? Я не знаю. Как-то ключи можно вешать, не знаю. Использовать как какой-то... Такой, конечно, вопрос странный. Ну вот без них мужчинам странно было бы, да? Конечно. Сразу красоте потеряла бы. Конечно, странно. А если добавить ещё один? Ой, тоже странно. Что вы уже меняли себе? Да, сейчас есть всякие хирургические способы различные. Грудь. Вы сделали грудь? Да. Почему? Как вы к этому пришли? Интересно? Два года кормления грудью. Вот этого парня. Развёл на сиськи. Блин, прикольно. Я не могу вас не отпустить без какой-либо классной такой прям позы. Я хочу за вами повторить, какая-то есть фишечка. Классно, блин. Спасибо, спасибо огромное. Вы, во-первых, шикарно выглядите. Я вам завидую. Я комплексую. Считаете себя красивым человеком? Нет, обычно. Ну вот от нуля до десяти, допустим, если сказать. Вот примерно сколько вы дали себе так на фантазию вопрос? Пять. Блин, у нас, конечно, такой прикол был, а вы уже сели. У вас там подсказка была сзади. А, десятка? Да, есть такая. Десятка. Попа или грудь? Наверное, попа. Себя считаете красивым? Более-менее. Ну, от нуля до десяти. Шесть. Шесть? Да, ну нет, ты занизил прям сильно. Да? Потом про меня, Серёга у нас на десятку, конечно. Да, да. Что вам больше всего нравится в женской внешности? Внешность? Глаза. Глаза. Ну, глаза же, блин, слишком мелкие. Как издалека, допустим, на них обратить внимание? Да, не, ну, яркие глаза, голубые, там, карие глаза. Ну, выделяется больше нестандартная внешность, мне кажется. Потому что сейчас ноги вот под копирку, поэтому нестандартная какая-то внешность, там, кучерявые, там. Здесь шутить надо, другой канал. Да, думаешь? Да не, не обязательно, мы потом подрежем. Поэтому, ну, это нормально, да, переозвучим вас. Зачем мужчинам соски? Вопрос интересует меня с детства. Причём глаз сразу. Боже мой. Да, это не знаю. Вот вопрос как ты спросил. Чтобы ты спросил. Чтобы женщин передразнивать. В волейболе используют соски. Да? Применяем. Это приём есть? Да, да, ну, это секретный сигнал. Откручивание? Это пасую влево здесь, блок справа. Да, да, да. Двойной там, если чё-то. Кстати, рассказывали, знаете, про эту штуку, про пальцы нам говорили, что девушки смотрят на пальцы, а по пальцам определяют, когда они берут пальцы, так засовывают и проверяют. Нормально? Да, вот так вот. Такой способ. Ну, нам так нельзя, мы женаты. Женаты? Да, конечно, конечно. Блин, тогда вас можно вырезать. Нет, не мы женаты, а у него женаты. Да ладно, ладно. Да чё вы уже, мужики? Если не осуждаете, то ладно. Надо поставить точку уже в этом вопросе. Извечный. Попа или грудь? Грудь. Почему? Я просто на автомате сказал. Попа, конечно, попа. Ну, вообще, в женщинах мне нравится, если у них видно мышцы. Мне нравятся мышцы в женщинах. Давайте закончим на каком-то ударе. Не, не в меня. Кого бить надо. Покажем, что вы идеальный спортсмен. Давай. Давай, ну. Получится, у тебя получится. Вот таким вот был выпуск по красоту. Мы сделали всё по красоте. И вы тоже сделайте всё по красоте, пожалуйста. Лайк, колокольчик, подпишитесь. И обязательно комментарии. Ребята, я вам даже дам идею для комментариев. Во-первых, напишите попа или грудь. Ваше мнение в комментариях. И я вот, видите, ещё раз покручусь. Перед вами вот так вот. От нуля до десяти. Напишите, насколько я красивый. Я потом возьму среднее значение и буду с этим жить. Любой комментарий, который мне понравится, мы подарим сертификат на увеличение одной груди в клинику пластической хирургии першина. Только одну грудь. Только вот левую или правую выберите. Всё, и мы сделаем. Всё. Пока. Пока.